Здравствуйте, друзья! С вами Кодер Лайн, технический специалист Коротенький Хруслан. Сегодня речь пойдет о конструкции «Левое соединение» в запросах. Конструкция «Левое соединение» означает, что в результате запроса надо включить все записи из первого источника, указан слева от слова «Соединение», и комбинации записей из второго источника, указан справа от слова «Соединение», которые соответствуют указанному условию. Из этого предложения, конечно же, мало что можно понять, поэтому разберем пример. Допустим, мы в ветеринарной клинике, у нас имеются данные о питомцах и их владельцах. И для нас интересная информация об адресе проживания животных и количестве питомцев у хозяев. Итак, для начала открою конструктор запросов. И в нем создам временные таблицы с данными о питомцах и их владельцах. Переименуем поля как имя и хозяева. И для быстроты заполнения скопируем текст запроса. Пускай у Петровых будет два домашних питомца. Продолжение следует... Васю оставим без хозяина Он у нас будет бездомным И теперь дадим имя нашей таблице Как питомца Аналогичным образом заполним таблицу По владельцам Переименуем поля как семья и адрес Вновь скопируем текст запроса Для быстроты заполнения Вновь скопируем таблицу Создадим одну семью семеновых Для которых не будет соответствия в таблице питомцев Установим имя как владельца Итак создали две таблицы с данными о питомцах и владельцах Теперь соединим данные двух таблиц для получения информации об адресе проживания животных Выберем все поля из таблицы питомцы и добавим поле адрес из таблицы владельца Добавим условия связи Слева возьмем таблицу питомцы, а справа таблицу владельца И установим условия связи равенство полей Хозяева Семья Семья И чтобы левое соединение было к таблице питомца Установим флаг все В случае если для питомца не нашлось соответствующего хозяина Строки результата запроса из второго источника будут содержать значение null в полях И для таких питомцев присвоим полю хозяин значение бездомный И полю адрес значение улицы Дадим полям соответствующие имена И скопируем запрос Запустим режим предприятия Откроем консоль запросов Вставим наш запрос Выполним запрос и посмотрим что получилось Видим две созданные нами таблицы Таблицу питомцы И таблицу владельца В случае левого соединения в результат запроса были включены все данные из таблицы питомца И для записей которых условие выполнялось Были присоединены записи из таблицы владельца Собственно можно заметить что для питомца Васик Хозяин выставился у нас в значение бездомный А адрес в значение улица Теперь получим информацию о количестве питомцев у хозяев И для этого теперь левое соединение выполним к таблице владельца Флаг все теперь выставим напротив таблицы владельцы А у слоя связи по прежнему останется равенство полей семья и хозяева Итак посмотрим что получилось Снова скопируем запрос и выполним его в обработке консоль запросов Для семьи Семеновых не найдено соответствие условию записей из второго источника И поэтому поле имя содержит значение null Стоит учитывать что когда запись в основной таблице одна А в присоединяемой несколько записей удовлетворяют условию соединения То в итоговой таблице количество записей будет равно количеству записей из присоединяемой таблицы В моем случае обратите внимание на семью Петровых У них два питомца чему соответствуют две строчки итоговой таблицы И так как у нас стояла задача получить количество питомцев То скопируем наш запрос и в нем сгруппируем данные первой таблицы А по данным второй таблицы посчитаем количество А по данным втором Продолжение следует... ... ... На этом все. Спасибо за внимание.